Друзья, добрый день! Хочу сегодня поделиться с вами впечатлениями от катания на новой мачте от РДБ. Что значит новая мачта? Форма осталась прежней и изменилась раскладка, или как правильно, не знаю, укладка углей ткани в матрице. И это придало мачте большую жесткость, особенно это стало заметно на скручевании. То есть эта мачта очень жесткая. И, конечно, это все как бы в сравнении, очень сильно там, но вот поверьте, эта мачта значительно стала жестче. И понятно, что на пляже постоянно люди подходят, крутят друг у друга фюзеляжи и говорят, вот это жестко, это не жестко, то есть какая разница-то в принципе. Вот я не очень силен в этих абсолютных измерениях, там я даже не собираюсь заморачиваться, но главное, что это чувствуется при катании. С тех пор, как появились крылья РДБ для Вингфойла, жесткости стандартной 90-сантиметровой мачты стала не хватать. То есть 70 сантиметров, на мой взгляд, еще была менее жесткая. Но вот 90-как-то на кайте вообще проблем никаких не было. Но на Винге из-за того, что крылья стали большие, очень нагрузка на скручивание возросла. И это стало, скажем так, чувствоваться. Особенно, если ты сравниваешь с какими-то иностранными мачтами. Вот я, покатавшись на гидрофоле Армстронг, ну реально, ну как бы просто ощутил, что особенно, когда ты катаешься за катером, ты проходишь к элеваторную волну, и если на Армстронге это проблем никаких не вызывает, то на РДБ я чувствовал там колебания, и ощущалось, что скручивание гидрофола как бы происходит, и это мешает кататься. Поэтому после каких-то обсуждений ребята из РДБ начали работу над тем, чтобы повысить жесткость. Причем как бы хотелось остаться в той же самой цене, чтобы не изменились материалы, только оптимизировав раскладку материала. И вот было несколько прототипов, менялись там какие-то варианты. И вот эта мачта, которая передо мной, это вот последний вариант, к которому пришли, решив, что этой жесткости стало достаточно. В сравнении с другими мачтами. И вот главное, когда мне ее прислали, было интересно убедиться, помогает ли эта увеличенная жесткость именно в катании. Если вы вдруг подписаны на мой канал и там смотрели, то я там в последнее время очень сильно увлекаюсь вингом, и вообще винг меня очень интересует, и я много стараюсь кататься, в том числе вот будучи дома, на шарташе у себя, когда я был в Санкт-Петербурге, я много катался. Ну и вот, конечно, на винге интересная езда в даунвин. И вот вы едете по волне, стараетесь там делать повороты, и в принципе я ездил на старом комплекте, то есть там же все равно ездишь на крыле, то есть зачем же нужна мачта, что же она дает. И вот оказалось, как только эта новая жесткая мачта пришла, она пришла мне на шарташе, оказалось, что можно кататься в даунвин даже на небольшом чопе. То есть это стало получаться даже на небольшой волне, которая разгоняется на озере, которая шириной 2 километра. То есть вот на шарташе там не было никогда волны, но эта мачта позволяет ездить на том, что там есть. То есть что изменилось? Вы пампите, вы давите на гидрофойл, и на старой маче немножко вот эта недостаточная жесткость, она отыгрывала, где-то вы поворачиваете, и вот вся эта нежесткость приводила к тому, что гидрофойл останавливался, и вы не могли ехать вниз по ветру. Так вот, новая мачта, ну, реально очень хорошо едет. То есть скольжение, глайд, про которое так много говорят, действительно с жесткой мачтой получается на том же самом крыле заметно лучше. То есть вы сможете кататься на очень небольшой волне. Например, за катером. Я катался на предыдущем комплекте, ездил за катером, у меня вот было там, у меня три крыла, 1400, 1700 и 2200. Ну, мне казалось, что 2200 мне не надо. То есть, ну, я могу ездить там на небольшой волне и на 1700, и на 1400, то есть все отлично пампится. Но оказалось, что вот когда мачта жесткая, 2200, вы просто встаете, и просто даже если волна, ну, достаточно небольшая, то есть с зодиаком, какая она может быть, вы просто встаете и просто едете. А когда вы хотите отойти от катера и продолжить пампить, вот все раскрывается, вот эта жесткость, она нужна для того, чтобы вот в этих полутонах, когда вот вы вроде пробуете, у вас не получается, ну, вроде встали, вроде бы поехали, и тут раз остановились. Зачем вы остановились? Вот как раз углы какие-то, где-то вы надавили, а мачта не позволила там гидрофойлу разогнаться, отыграла, и вот это как-то... В общем, не буду там говорить, что нельзя кататься на старой мачте, но если вы хотите кататься на Винге, и вас увлекает Винг, и вы катаетесь на комплекте от РДБ, как только у вас будет возможность, вы хотя бы просто попробуйте. Поверьте, вот для Винга новая жесткость просто бомба. Для кайта тоже чувствуется, ну, вот у меня в основном проявляются вот эти какие-то пограничные режимы, когда там влияет жесткость, когда там как-то сильно... Я езжу не быстро, но у меня проблема в слабый ветер. В слабый ветер очень часто где-то что-то там пытаешься пампить, и вот слабый ветер, на мой взгляд, разница между жесткой и... Ну, вот новой амалогированной вот этой мачтой есть. Хотя, если в основном вы планируете кататься на кайте, на старом комплекте, в принципе, тоже получается очень все здорово. Но, на мой взгляд, смысла большого менять, если вы не собирались, то нет. А вот для винфойла и для катания вейксерфа, там, или как там, фойл серфинга, новая мачта прямо отлично подходит, и я вам очень сильно советую это попробовать. По крайней мере, мои показатели в катании, возможность поворотов изда в даун винт значительно улучшились, вот, с появлением этой мачты. И это видно как... На мой взгляд, это объективно видно на видео, и это здорово, что ребята работают и стремятся в лучшую жесткость. Видимо, я надеюсь, что над этим... На этой мачте не остановится эта работа, и будут там продолжаться, но это пока такая инсайдерская информация, и я думаю, что ребята сами там озвучат свои планы по поводу будущих изделий. Так что спасибо за внимание, буду рад, если кто-то из вас попробует, и мне хотелось бы, чтобы вы действительно видели, что в этой мачте есть отличия. Хотя это сейчас стало стандартное изделие, то есть все комплекты, которые будут куплены, вот, уже, где-то там, не знаю, с прошлой недели, видимо, они будут комплектоваться вот этой новой с повышенной жесткостью мачты. Спасибо за внимание, увидимся.